здравствуйте мои прекрасные зрители приветствую вас на своем канале ну что ж несмотря на то что я являюсь человеком который что-то горло меня заболело несмотря на то что я являюсь человеком который все-таки за традиционную модель семьи когда он работает он добытчик она хранительница очага я считаю что это очень важно для женщины иметь какую-то самореализацию и уметь прежде всего зарабатывать в любой момент ты должна знать что ты можешь заработать это видео об очень на мой взгляд легких способов заработать прежде всего когда у тебя нет какой-то специальности но у тебя есть хобби либо способность либо любовь к чему-то и это способы заработать когда мы уходим в декрет когда возможно мы уходим с основной работ силу нашего допустим элегантного возраста это вся работа которую достаточно легко выполнить и на которой можно достаточно неплохо зарабатывать я сижу в красном свитере и много раз говорила что мои любимые свитера это вот такие простые модели красного черного и белого цвета я также много раз говорил в свои видео о моде что найти подобные модели крайне крайне сложно и когда много лет тому назад уже на самом деле можно сказать много лет тому назад я задалась целью обновить свой белый свитер я поняла что это невозможно сделать я искала круглую горловину примерно вот такие рукава примерно такую длину и не могла найти белый 100 процентно шерстяной свитер желательно 100 процент cet orgasm push свитер, но это было вообще за гранью возможного, и я нашла человека, который мне вяжет. Многие обратили внимание на свитер, в котором я записывала видео, в котором я так или иначе появляюсь перед камерой, это вот такой свитер, у него есть две косы, кстати, не вывернула этот свитер я, и этот свитер связан на заказ, но у меня очень много свитеров, связанных на заказ. Эти свитера я очень люблю, они обходятся мне либо так же, либо чуть дешевле, как если бы я покупала 100% шерстяной свитер, но единственная проблема заключается в том, что найти вот такой плотный зимний свитер, вот с такой фактурной вязкой, с косами, как мне нравится, при этом вот такую круглую горловину, при этом ту ширину, которая тебе нужна, ту узость рукава, которую ты хочешь, но оказалось практически невозможно. Эти свитера я очень люблю, они очень-очень теплые, они меня очень-очень выручают, и да, я человек, который, как я уже в одном своих видео говорила, любит давать другим людям возможность заработать, поэтому если я могу заказать себе свитер, и могу купить себе свитер, я всегда выберу, если цена примерно одинаковая, в том, чтобы чуть-чуть подождать и заказать свитер на заказ. Свитера я заказываю на заказ, очень часто моему мужу тоже вяжут на заказ, и единственное, что я приношу модель, которая мне нравится, беру ее либо на Пинтерест, либо уже имею что-то похожее, и прямо-таки объясняю на словах, мне нужна вот такая вязка, вот такая плотность, чтобы вот так вот так вот падала. И для себя я нашла человека, который может мне объяснить, да, вот из этой шерсти получится вот так, а из этой шерсти получится по-другому. Поэтому и вы тоже можете стать для кого-то человеком, который просто-напросто сделает то, что невозможно купить, и, возможно, сделает это даже за меньшую стоимость, чем если бы человек, который нуждается в той или иной вещи, в данном случае это свитер, пошел и купил бы подобную вещь. Сразу могу сказать, что свои услуги нужно уметь рекламировать, нужно уметь продвигать, и я не рекомендую это делать на Инстаграме, потому что Инстаграм не имеет никакого отношения к Гуглу. Вы можете записать короткое видео, вы можете не появляться перед камерой, вы можете его озвучить, так как делаю я озвучку сверху, вы можете просто показать свои изделия, рассказать о них и выложить небольшое описание, что вы вяжете на заказ, что вы вяжете вот в таком-то городе, и, соответственно, выложить это видео на Ютуб. Ютуб связан с Гуглом, и каждый раз, когда человек, который захочет что-то заказать, он будет искать, допустим, связать свитер на заказ в городе Новосибирск. Ему, скорее всего, выйдет ваше видео. Это очень хороший способ бесплатной совершенно рекламы. Я имею в виду площадку Ютуб. Пользуйтесь ею. Если вы умеете красиво вязать, я думаю, что вы всегда найдете себе клиента. Можно вязать также детские вещи, детские шарфы, детские шапочки, можно вязать детские пледы. Это всегда очень-очень хороший подарок. Это всегда хорошая альтернатива традиционному подарку, который люди могут покупать в самом обычном магазине, все для детей, все для новорожденных. Выгул собак. Многие мои зрительницы, насколько я поняла, любят собак, и вашу любовь к собакам, к животным вы можете использовать таким простым образом. Есть большое количество людей, которым тоже нравятся животные, но этих животных нужно выгуливать, и часто это нужно делать в плохую погоду, часто это нужно делать с утра, часто это нужно делать поздно вечером, и не всегда хозяева таких животных, крупных, в особенности животных, хотят это делать самостоятельно. В любом городе, крупном городе, найдется человек, который готов заплатить за то, чтобы с его животным погуляли. В Италии это очень распространенная услуга. Вы можете брать одно животное и выгуливать, вы можете брать два животных, две собаки, конечно же, речь идет прежде всего о собаках, и выгуливать. Вы можете выгуливать собак по предварительной договоренности, вы можете выгуливать собак по договоренности, прямо-таки завтра нужно, послезавтра нет. На самом деле, это работа, которая также, как и в случае с вязанием, позволит вам иметь прежде всего свободный график и зарабатывать тогда, когда прежде всего у вас есть желание заработать. Когда прежде всего у вас есть желание немного поработать и немного заработать. Следующая услуга, которую бы я лично пользовалась сама, это готовить. Но готовить кому-то из продуктов, которые уже имеются в семье. Каждая семья имеет предпочтение покупать определенные продукты, покупать их в определенном месте. Если вы хорошо готовите, вам нравится это делать, вы можете найти одну либо две семьи, для которой вы будете готовить, возможно, впрок на ближайшие три дня. Кстати, в Италии еда очень часто готовится впрок, итальянские хозяйки готовят часто еду впрок. И вообще традиция итальянской кухни, например, знаменитый соус бананеза, это соус, который готовится за сутки до того, как его будут есть, и который еще вкуснее через двое суток после того, как его приготовили. Поэтому вы тоже можете использовать ваши кулинарные способности, вашу любовь к готовке для того, чтобы готовить для кого-то. Для кого-то, кто работает, для кого-то, кто не умеет, для кого-то, кто не любит. Всегда можно в достаточно крупном городе найти несколько семей, которые могут с удовольствием пользоваться вашими услугами. Я могу сказать, что первую клиентуру стоит искать среди своих знакомых, которые знают, что вы хорошо готовите, которые, возможно, сами не любят этого делать. Еще один способ неплохо зарабатывать, на самом деле неплохо, потому что моя подруга делает подобную работу. Очень сложно мне объяснить на русском языке, как это может называться, но это не что иное, как брать несколько детей одного возраста, возможно, ваших знакомых, на несколько часов. Одна моя знакомая берет детей по предварительной договоренности, нет каких-то фиксированных графиков, что называется, ей звонят и спрашивают накануне, ты можешь завтра, послезавтра взять детей на 2 часа, на 3 часа, взять двоих детей из семьи, либо одного ребенка. И, соответственно, моя подруга организует просто-напросто им досуг. У нее у самой двое детей, близких по возрасту, 5 лет и 3 лет, и, соответственно, она просто-напросто забирает других детей, либо ей их привозят, и она организует им полдник, она организует им какие-то игры, она организует им какое-то элементарное творчество, и она, на самом деле, неплохо зарабатывает, потому что за каждого ребенка в час в Италии принято платить вот за подобный досуг 10 евро. Соответственно, если у нее четверо детей остаются, даже раз в неделю она зарабатывает какие-нибудь хорошие 100 евро, если дети остаются 2-3 часа у нее дома. Еще один способ зарабатывать, который очень востребован, по крайней мере, здесь вы дали совершенно точно, но, опять же, это, конечно же, способ зарабатывать, прежде всего, наращивая себе клиентуру через знакомых людей и людей, которые вас хорошо знают, это забирать детей после школы и, опять же, организовывать им какой-то досуг. Либо забирать детей после школы, кормить их, допустим, и отвозить на спорт, в особенности, если до спортивной секции можно дойти пешком, в особенности, если пешком дойти нельзя, но у вас есть свое транспортное средство, на котором вы, допустим, возите и своего ребенка тоже, либо вы можете просто специально возить ребенка. Эта услуга тоже очень-очень точечная, но может быть очень-очень востребована, потому что все мы работаем, все мы устаем, если не работаем, и очень многие родители, допустим, раз в неделю могут такой услугой пользоваться, когда кто-то забирает их ребенка, кормит их ребенка у себя на дому, возможно, также потому что этот ребенок и ваш ребенок являются одноклассниками, возможно, потому что дружат. Не стесняйтесь, даже если ваши дети дружат, предложить вашим знакомым такую услугу, в особенности, если вы почувствуете и видите, что они в подобной услуге могут нуждаться. Это тоже очень востребованный способ среди мамочек немного заработать, немного подработать, прежде всего на свои карманные расходы. Ну и последний способ, он также связан с тем, чтобы иметь первых своих клиентов, прежде всего, среди своих знакомых и, возможно, даже друзей. На самом деле весь этот список, если вы проанализируете, это, конечно же, список, когда мы получаем первые свои заказы, первую свою работу от людей, которые нас неплохо знают, среди людей мы находим, которых мы неплохо знаем, своих первых клиентов. Это так называемая почасовая няня. Я думаю, что все, кто смотрит периодически американские фильмы, а фильмы, в основном, выпущены в Америке, знают, что услуга почасовой няни очень и очень востребована. И она может быть востребована и в вашем городе тоже, когда нужно куда-то отлучиться и оставить детей, что называется, экспромтом. То есть, возможно, вы не имеете фиксированный график, возможно, вы не имеете предполагаемого стабильного дохода, но, опять же, для вас это также подразумевает, прежде всего, вашу личную свободу. То есть, вы не работаете на одну семью, вы просто являетесь человеком, которому можно позвонить и спросить. Сегодня, завтра, послезавтра ты сможешь остаться с моими детьми в течение двух часов? Вот с такого-то периода по такой-то период оплата примерно такая. Скажу, что за всю ту работу, о которой я сегодня говорила, в Италии принято платить и получать 10-15 евро. Много это или мало решает, конечно же, каждый для себя, но могу сказать, что в Италии, учитывая, что эти деньги, как правило, ну никак не учитываются, когда нам считают налоги, то, сколько мы должны заплатить за свой доход, полученный в этом прекрасном государстве под названием Италия, могу сказать, что это все-таки неплохой заработок. Это, что называется, чистыми 10-15 евро в час. И это очень и очень неплохо для Италии, это очень и очень неплохо для работы, которая не требует специфических навыков, которая требует от нас либо любви к детям, либо любви к тому, чтобы хорошо и вкусно и побольше приготовить, либо любви к животным. Именно о таких вещах, а, кстати, также о вязании, шла речь в этом видео. Желаю всем иметь возможность немного заработать, когда это необходимо, но все-таки желаю всем не испытывать этой необходимости и работать прежде всего в удовольствие. Это была Яна Скорцова. Желаю всем хорошего настроения, хорошего дня. Пока-пока.